друзья всем привет мы сегодня в очень интересном месте его название скажу чуть позже может быть тот из вас догадается и уже сейчас просматриваю это видео напишет это в комментариях это находится недалеко совсем от анталии ехали мы от нашего дома из района хурма всего лишь 50 километров и здесь очень много интересных пространств которые мы сейчас исследуем вместе с вами а Ну что, возможно, кто-то из вас уже отгадал, что это за пространство. Называется оно The Land of Lengeance. The Land of Lengeance называется это пространство. И оно очень крутое. Здесь, на самом деле, новогодняя обстановка, и она продлится всего лишь еще один день. То есть сегодня и завтра до 8-го числа. Есть, как всегда, традиционный новогодний базар. Мы обязательно по нему сейчас пройдемся. Ну и, конечно же, красавица-елка. Красуется на главной площади перед знаменитыми, похожими, напоминающими немного Диснейленд, который в Париже. Но это далеко не он. В этом замечательном парке мы все-таки остались до вечи дождались шоу поющих фонтанов. Даже наши суперактивные дети, которым сложно усидеть на месте, сидели в зрительном зале, открыв рот. Фонтаны взрывались феерично. Звук и цвет менялся. Это было очень увлекательно, очень интересно и завораживающе. В дальнейшем мы ожидали самого главного персонажа этого вечера, но перед этим посмотрели парад в костюмированных одеждах. Это были различные шоумены, наряженные, динамично танцующие, вызывающие восторг и восхищение. Ну и вот как раз-таки мы встретили того самого Деда Мороза, но это был костюм Санта Клауса, но наши дети не особо различили. Самое интересное, что в лодке Деда Мороза был не просто новогодний праздничный олень, а была целая настоящая Малефисента. Это, конечно, вызвало определенный шок и восторг одновременно. Вот такое вот интересное решение. Потом все персонажи, шоумены высадились на лодке и устроили нам концертное завершающее шоу. Мы все остались в щенячьем восторге, все замечательно и прекрасно. Мы обязательно приехали бы сюда снова.